Здравствуйте, друзья! Иногда нужно связать отверстие для пуговицы. Его можно связать вдоль полотна или поперек полотна. Давайте рассмотрим эти варианты. Свяжем петельку вдоль полотна. У меня полая резинка. Петелька будет находиться посередине полотна. Значит, сейчас я провяжу половину петель моего образца. Вот я 6 петель провязала с этой стороны и посчитаю с этой стороны 6 петель. 2 средние петельки. Значит, на этой половинке, последняя петля, я ее провязываю изнаночной петлей. Поворачиваю вязание и продолжаю вязать полую резинку. Первую петлю я снимаю. Следующая петля изнаночная, я ее снимаю не провязанную. Нить перед работой. С обеих сторон я провязала по одному ряду. Значит, я считаю, что это первый ряд. И еще провяжу. Последняя петелька изнаночной петлей. Вот я провязала по два ряда с обеих сторон. И еще провяжу. И примерю пуговицу. Вот примерю пуговицу. И провяжу еще ряд. Значит, я провязываю третий ряд с обратной стороны вязания. И провяжу по четвертому ряду с обеих сторон. Продолжение следует... Провязываю пятый ряд. Эту последнюю петельку я провязывать не буду, нить оставляю перед работой. Теперь мне достаточно, высота петельки меня устраивает. Теперь я на правую спицу, по количеству провязанных рядов, провязано 4 ряда с каждой стороны, делаю накиды. 1, 2, 3, 4 накида на правую спицу и провязываю вторую половину петли, которые на левой спице. Также полой резинкой провязываю. 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 Вот я провязала по одному ряду с обеих сторон. Последнюю петлю я не довязываю, поворачиваю вязание. И теперь я подхватываю накид, 1 накид левой спицей, вот так вот. вот и вытягиваю правую спицу, подхватываю первую петлю, ту которую оставила не провязанную и опять ее возвращаю на левую спицу. И теперь я эту петлю и накид провяжу вместе лицевой петлей. Вот вместе провязала лицевой петлей. Это я связала по одному ряду с обеих сторон. Вяжу второй ряд с одной стороны и с другой стороны. И опять не довязываю последнюю петельку. Я ее не довязываю для того, чтобы ее провязать вместе с накидом. Теперь я опять накид на спицу, на левую переснимаю с правой спицы. петлю с накидом вместе провяжу лицевой петлей. вот по два ряда провязала и еще два ряда с каждой стороны. Вот последнюю петлю не довязываю. поворачиваю поворачиваю вязание и опять подхватываю накид с правой спицы, беру петельку и провязываю их вместе. вот у меня провязано по три ряда с каждой стороны и последняя пара рядов. петля не провязываю. Потому что это полая резинка. так последняя петля не провязываю ее и поворачиваю. опять подхватываю накид и петлю сверху и вот так вот провяжу их вместе. и теперь дальше я провязываю до конца ряда полой резинкой все время. и дальше провязываем полотно изделия. у меня есть накид, я его провяжу с этой петлей, чтобы полотно сомкнуть, чтобы петельки были не растянуты. вот я провязала выше петельки полотно и теперь хорошо видно наше отверстие петельку. вот такая аккуратная петелька получается и вот так вот хорошо проходит пуговичка. таким же способом можно вязать и на одинарном полотне. не обязательно на полой резинке. но на полой резинке, конечно, плотнее. теперь давайте рассмотрим второй вариант. петелька поперек полотна. чтобы связать петельку поперек полотна, нужно определиться, где будет петелька располагаться. значит для петельки я закрою 3 петли. для ширины петельки я отвожу 3 петли. поскольку у меня двойная вязка, значит я отвожу 6 петель. у меня на спице 14 петель. минус 6 петель. остается 8 петель. эти 8 петель я делю на 2 части. до петельки и после петельки. значит я провяжу 4 петли с одной стороны. первую петлю снимаю. лицевую провязываю петлю. изнаночную снимаю непровязанную. вот у меня на правой спице 4 петли. я провязала 4 петли. теперь я буду вязать центральные 6 петель по парам. и закрывать петли. вот две петли вместе я провязала изнаночной петлей. один раз и еще один раз. теперь вторую петлю я протяну через первую петлю. вот одно закрытие. и опять я провяжу 2 петли вместе изнаночной петлей. и протяну второе закрытие. и провяжу одну изнаночную петлю. и вот так вот закрою. вот я закрыла петли для пуговицы для петельки. для петельки. и дальше я провязываю. у меня одна петля на правой спице. и я до конца провязываю. лицевую провязываю. изнаночную снимаю. все как положено при вязании полой резинки. и у меня с левой стороны от петельки также 4 петли. теперь я поворачиваю вязание на изнанку. и во втором ряду эти 6 петель, которые я закрыла, я их восстановлю. первую петлю снимаю. вторую провязываю изнаночной петлей. и дальше по вязке изнаночную снимаю не провязанную. лицевую провязываю петельку. и вот таким вот способом воздушной петлей наберу 6 петель. и дальше провязываю также по рисунку. передо мной изнаночная петля. при полой резинке изнаночную петлю мы снимаем не провязывая нить перед работой. перед петлей. дальше лицевая петля. опять петлю сняла. и последняя петля кромочная изнаночной. вот петелька готова. сейчас мы провяжем все петли, чтобы опять получить полую резинку. лицевую провязала. следующую петлю я снимаю не провязывая в этом ряду. и провязываю следующую петлю лицевой петлей. петельки я затянула потуже, чтобы отверстие было аккуратным. одна петля провязана. следующую петлю я опять снимаю не провязываю ее. опять лицевая петля. то есть я провязываю петли через одну. а одну снимаю как при полой резинке. вот я провязала один ряд. и провяжем с обратной стороны. лицевую петлю провязываю. изнаночную снимаю нить перед работой. и провязываю петлю. и петлю. и последняя кромочная петля вот так вот получается петелька поперек еще можно провязать несколько рядов чтобы было нагляднее вот получилась такая петелька поперек полотна вот как раз подходит для пуговички и еще покажу один вариант как провязать маленькую петельку на полой на двойной резинки провязываю полую резинку то место где на должна находиться петелька последняя петелька у меня провязана лицевая на правую спицу я делаю накид и две следующие петли провязываю вместе лицевой петлей и дальше провязываю полую резинку изнаночную петлю я снимаю нить перед работой лицевую петлю провязываю последняя петля кромочная изнаночной обратная сторона полой резинки также провязываем лицевую петлю изнаночную петлю снимаю и вот я довязала до накида накид я не провязываю а снимаю этот накид вместе с новым накидом на правую спицу дальше идет изнаночная петля и эту петлю я не провязываю а снимаю нить перед работой и дальше полая резинка лицевая провязывается изнаночная снимается кромочная петля изнаночной петлей и еще провяжу один ряд полой резинки вот я довязала до двух накидов эти накиды я снимаю с новым накидом 3 накид на правую спицу делаю и снимаю два накида получается на правой спице 3 накида и дальше вяжу полую резинку лицевая петля провязывается изнаночная снимается и обратная сторона полой резинки также провязываю лицевую петлю изнаночную снимаю можно сделать совсем маленькую петельку но я провяжу этот ряд эти три накида сниму их на правую спицу и сделаю 4 накид на правую спицу изнаночная петля я ее также снимаю не провязывая и нить перед работой я сделала по два ряда с каждой стороны полой резинки и провяжу еще один ряд 4 накида делаю на правую спицу еще один накид и снимаю эти 4 накида лицевая лицевой изнаночную снимаю обратная сторона полой резинки провязываю обратная сторона полой резинки провязываю это пять накидов я провязала вернее я сняла изнаночную петлю нить перед работой и эту группу накидов провязываю лицевой петлей вот так вот дальше идет лицево дальше идет изнаночная петля я ее снимаю не провязывая нить перед работой лицевую провязываю изнаночную снимаю до конца ряда вот образовалась петелька и дальше вяжу полую резинку вот такая маленькая аккуратная петелька получается в результате вот с одной стороны и с другой стороны такие петельки хорошо делать над на детских вещах вот пуговица от рубашечки все три способа можно вязать не только на полой резинке но и на обычном полотне выбирайте способ который вам подходит вяжите с удовольствием желаю всем удачи до новой встречи